Друзья, всем добрый день! С вами Евгения, канал Сад Дачи. Вот такую картину я увидела на одном из своих подшефных участков. Довольно неприглядный вид. Слезы наворачиваются на глаза. Хвойные в плачевном состоянии. Можжевельники взрослые, в декоративных группах, почти полностью коричневые. Это ужасно, честно говорю. Хочется плакать, когда выпадают такие огромные экземпляры. Я вам уже показывала свой можжевельник, которого листва хвоя обесцветилась. Осталась одна веточка только. Пока не убрала, еще не нашла замену этому можжевельнику. Но, как я уже говорила, лечить я ничего не буду. Это время. А во-вторых, ни к чему это не приводит. Вы готовы смотреть на такую картину не год, не два, а три, скорее всего, и пока она будет восстанавливаться? Я, например, не готова смотреть на эту рыжину. Поэтому срок жизни, значит, этого можжевельника закончился. На заднем плане там сосна веимутова. Но это, опять же, не для Подмосковья растение. И заказчики знали, когда высаживали, что это не для Подмосковья. Каждый год ждут ее выпад. Но вот она, кстати, лучше сохранилась, чем вот можжевельники, которые полностью рыжие. Можно обрабатывать и цирконом, и эпином. Никакой гарантии, что что-то изменится. Отчего это произошло, вот я анализирую, даже не могу сказать, потому что это северная сторона. Одно дело, когда эта южная сторона начинает весной греть солнце, и над снегом хвоинки иссушаются, так как корни не работают. Но на северной стороне тут солнце даже не попадало, скажем так, практически. Я думаю, что иссушение хвоинок произошло из-за того, что осенью мало было влаги. То есть земля замерзла раньше, чем напитались растения влага, чтобы пережить зиму. И произошло просто иссушение. Скорее всего так. Болезни, ну болезни есть, когда здоровое растение, оно само справляется с ними. И я считаю, что его не надо даже всеми этими средствами, которые сейчас продаются, опрыскивать. Считаю, что это просто мартышкин трот. Вот здесь, например, пострадал не только можжевельник, но и спиреи, лопчатка. Они-то восстановятся и обрезаются под корень, и уже в этом сезоне и спиреи, и лопчатка будут прекрасные костики. А вот хвойные растения, я считаю, что нужно просто выкапывать и заменять другими. Конечно, грунт частично выбирать, насыпать другой, но высаживать другие растения. Моё мнение, что их срок жизни истёк. Не надо мучить себя в первую очередь. Ну и такие растения. А вы как считаете, стоит возиться с такими бедолагами или нет?